Сказать, что хотя мы провели вместе несколько дней, он меня далеко не сразу вспомнил, потому что явно трагически печальные воспоминания были вытеснены другими. Тогда он уже жил в Нидерландах, был уже очень известным педагогом. А вообще это человек, который начинал все то, что сейчас здесь происходит. Это группа Бром, две трети, которые здесь будут, во втором отделении, фактически последователи этого самого. Тогда это называлось Октябрьская революция. У нас очень смеялись, и у меня есть статьи, и вычеркнули это. Действительно, первый самостоятельный фестиваль того самого свободного джаза, который устроила организация, та самая, в которую Бортенгрил входил, она происходила в октябре, так и на Западе ее назвали, Октябрьская революция, в 64-м году. Тогда Бортенгрил выпустил два диска под своим именем на фирме ESP. Была одна из первых некоммерческих фирм, ее основатель и владелец, потом ее воссоздал, но быстро умер, в годы 13. Мы-то узнали его, мы-то узнали его благодаря, ну, пианистов-то много было, в частности, один из лидеров той организации, она называлась Jazz Composers Guild. Понятно, да? Гиблия джазовых композиторов. Сисел Тейлор, один из кумиров, маэстро. Тоже пианист. Пианистов мы знали. И обратили на имя Бортенгрилена вот по этой пластинке. Потому что, ну, пианистов об ангарных джазовых много, а вот певица была одна только. Ну, вот она Party Waters. Сейчас только что мне мистер Грин сказал, что она, в общем, возвращается к исполнительству, она выросла сына. И, собственно, у нее была только одна эта программа, вторая версия в каком-то колледже живем записана. Вот и здесь он и играет, поют и играют они народную, европейскую песню. Black is the color of my true love's hair. Моего настоящего, возлюбленного черной волосы. Вот это то, благодаря чему мы его узнали. И вдруг в 88-м году меня с ним сводят. Я всеми правдами и неправдами тогда все можно было или еще было нельзя. Устраиваю съемку до этого одного нашего известного пианиста с Бортеном Горином. Мы это снимаем вот в том, что сейчас называется Даказим, или как-то еще Зиларда, я не помню, Зиле, короче говоря. Ну, и как это у нас с нашим телевидением обычно бывает, снимали полтора часа, показали полтора минут. Хотя там как-то часто точно можно было набрать из этого. Еле-еле он уехал домой-обратно, к себе в Голландию. И вот сейчас снова постепенно играет со своими американскими собратьями. Выросло уже новое поколение, но в частности хорошо у нас известный контрабасист Марк Дрессер, Пол Смолкин, Трубач и так далее. Это фирма CIMP, если кто знает. Такая же, как ESP, только вот авангардный свободный джаз. Вот представляете, этот свободный проекционный ансамбль Бортен Горина, он здесь записывается на этой фирме. Сказать про него, наверное, надо еще то, что, вот, наверное, никто еще не знает, я сам узнал вот пять минут назад, что он, как это сказал другой американец, Филипп Глаз, что вы спросите, откуда я родом, это зависит от того, как в этот момент проведены границы на карте. Понимаете? Вот Восточная Европа, граница России и той Восточной и Центральной Европы, которая за этими границами. Из Минска у него одна ветка, ветка родительская, вторая из Бессарабии, из Молдании, к Молдове, к Румынии и так далее. Вот как хотите, так вот называйте. Это я повторяю, узнал только сейчас. А про музыку-то вы и сами все услышите, если раньше не слышали. Единственное, я должен вам сказать, как коль мы привязаны к какой-то другой музыке, его импровизации и темы с импровизациями не покажутся, это очень образованный и знающий человек. Например, тогда, 29 лет назад, мы с ним много говорили о английском телософском, американском телософском движении трансценденталистов. Ну, Ральфуол Дэнерс, его «Жизнь в лесу», например. Или прекрасно обсуждали такие этюды Бартка, какие для заменов интереснее играть. Наверное, это все, что о нем надо сказать, кроме того, что ему в этом году 80 лет. Я думаю, что его надо публично поздравить с этим. Правда? Ну, Ральфуол Дэнерс, вы знаете, здесь нет. И во втором отделении Нестер Грин выступает Трио Алгеби Майерн. Выступает с двумя-третьями, как я уже сказал, Трио Брон. Антон Пономарев, Дудки, Саксофоны и Дмитрий Лапшин. Четыре диска они уже выпустили. Оказали мне честь тем, что я написал аннотацию к первому их альбому. И вот так жизнь меня связала с двумя этими командами, которые в правой отделении превратятся одной. Добрый калере. Добрый калере. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА